Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русскому менталитету Русской национальной идее Русской культуре Ну сколько их там выродилось вукров Сколько сейчас в политике Национал-либерастов Или национал-коммунистов Которые совершенно не понимают Что коммунистическая идеология Или либералистическая идеология Абсолютно враждебны Всему русскому Всему, абсолютно всему русскому Если человек заблуждается На какие-то там свои фрагменты Либералистических или коммунистических Идеологий Которые внедряются ему в голову Ну вот настолько он и теряет в своей русскости Русский в политике должен быть националистом Русским националистом В этом нет никакого сомнения А русский националист Это носитель русской идеи Русских смыслов Русской культуры Русского понимания истории Вот эти все люди Которых называют нацики Иногда и нас так называют Но это так вот их уже до кучи Может быть их как раз спонсируют Для того, чтобы нас можно было нациками называть Ну это те, кто почему-то решил Что Гитлер великий государственный деятель Муж, который всего-то с 1933 по 1945 год Просуществовал в своей стране Вверг ее в чудовищную войну И фактически оставил ее Может быть на все оставшиеся годы существования Оккупированным государством Да, они там в Германии неплохо живут Но это рабы Что такое хорошо жить? Это, наверное, быть в гармонии с обществом С природой, с Богом Если ты с Богом, то, наверное, ты приближаешься к гармонии Хотя мир вокруг тебя и не гармоничен В ладах со своей совестью, если она, конечно, есть Но если нет совести, тогда какая может быть гармония? Все очень непросто Быть русским непросто А читающему человеку проще Но во многой мудрости многие печали Вот знание того, в каком мире ты живешь Прибавляется, может быть, больше столько седых волос Потому что ты-то знаешь окружающие Окружающие начинают тебе доказывать прямо противоположное И даже если через годы ты оказываешься прав, то те, кто были неправы, вовсе не согласятся с тем, что ты оказался прав Они просто проигнорируют твою правоту Поэтому знание, понимание – это тяжелая ноша И сейчас я предлагаю кое-какие книги, которые я хотел просто некоторые показать Некоторые процитировать А вот о знании и понимании Я обращаюсь к книге Александра Панарина Александра Сергеевича, наверное, одного из лучших политических аналитиков Политических философов 20 века К сожалению, он скончался в 2003 году Сейчас где-то там на философском факультете МГУ проводятся Панаринские чтения Но как-то меня туда никогда не звали И я что-то очень сомневаюсь, что на этих чтениях может быть что-то такое Что действительно продолжает Александра Панарина Но не просто это продолжить, потому что надо быть честным перед самим собой И не заглядывать в глазки начальства Вот это очень сложно Александр Панарин это умел Вот он пишет в этой книге «Реванш истории российской стратегической инициативы в 21 веке» Пишет он это только издание, 98-й год А реально это его мысли 20-летней уже давности Мне приглянулась фраза Веру в прогресс желают сохранить, отыскав в мире последнюю преграду, предпятствующую его победному ходу И это касается и либералов, и коммунистов Вот в чем отличие русского от вот этих придуманных фальшивых идеологий Ну, собственно, идеология национализма – это ответ Можно было бы обойтись и без идеологии А обойтись тем, что называется мировоззрение Русскому мировоззрению вот эта политическая пристройка оказывается нужна Только потому, что есть враждебные к русскому мировоззрению уклонения Вот как раз либерализм, идеологизация либерализмом, коммунизмом, левачеством Много всяких таких изощренных измов еще существует Но главное – это вот либерализм, коммунизм Туда очень часто сваливается русский человек и превращается нерусским Политически он оказывается нерусским Рожденным от русских родителей, а нерусским Укропом там или каким-нибудь национал-предателем Национал-либерастом Всякое случается с человеком уж с русским Чего только не случалось За тяжелейшую историю XX века И вот сейчас не менее тяжелую и трагичную историю века XXI Так вот, прогресс желают сохранить И как будто бы вот все уже понакатанное Уже был опыт СССР Но надо вот просто вернуться в СССР И сделать еще один шажок, и все, идеи прогресса не будет никакого препятствия Люди не хотят понимать, что не будет больше никакого СССР Не будет и никогда И если вы уступили огромные земли, которые завоевали для вас предки То вернуть их вы не сможете уже В этой жизни уже вам это не предстоит Потому что вы к русскому менталитету, который свое пространство раздвигал и раздвигал Не имеете никакого отношения Потому что вы не стали русскими людьми, каковыми были русские государи Русские государственные деятели Простые русские люди Русские солдаты от рядового до генерала Они были русские Поэтому они могли расширять пространство империи А вы не можете, не можете Потому что вы не берете себя за труд быть такими же, как они И все ищете идею прогресса Кто коммунистическую, кто либералистическую Вот сейчас мы все какие-то принципы, которые тут валяются у нас под ногами В этой мусорной яме отбросов интеллектуального творчества многих поколений Покопаемся, найдем простенький предметик, обломик чего-нибудь Там, не знаю, всеобщее равное тайное избирательное право Или разделение властей Или свобода, справедливость и солидарность Вот какая социал-демократия у нас будет Смотрите, какие замечательные слова Сейчас избирательная кампания Сколько этих очень правильных, иногда правильно звучащих Даже правильно звучащих слов Не только просто правильно написанных, но еще и звучащих Достаточно удачная политическая реклама случается Иногда бывает, и не вся, конечно, в подавляющем большинстве довольно странные эти ролики Но бывает Но что толку от этого? Это всего лишь обломки Обломки каких-то конструкций, которые не восстанавливаются А прогрессисты пытаются из этого мусора собрать такой вот механизм Который вместо мозгов себе в голову положить И как органчик у Салтыкова-Щедрина Повторять какие-то примитивнейшие формулы Русское мировоззрение значительно более сложное Оно во многом и не досказано Поэтому не может быть превращено в лозунги Для понимания того, что происходит с Россией Конечно, мы, русские националисты, делаем и программы, и лозунги Все время мы их как-то модернизируем Пытаемся с одной стороны зайти, с другой Как-то добраться до вот этих примитивизированных, механизированных мозгов Которые превратилось сейчас русское самосознание Может быть, если мы доберемся, может быть, мы как-то всю вот эту вот мешанину из помойки собранную расплавим Может быть, там начнется какой-то органический процесс Мы на это надеемся, пытаемся Ну вот Александр Панарин как раз очень негативно относился к попытке выработки идей прогресса Она неисполнима, эта идея Она лишь засоряет мозги Поэтому пока вы склоняетесь то к либеральным, то к коммунистическим идеям Вы не можете действительно освоить русское интеллектуальное наследство И стать поистине русским человеком Потому что сейчас им стать можно только рациональным путем Только осваивая некое знание Это когда вокруг русского человека окружал естественный органический процесс Общественный, исторический Тогда он становился русским просто по той обстановке, которая его окружала Он другим и стать-то не мог А теперь, наоборот, есть все условия, чтобы не быть русским И очень многие выбирают именно это Не быть русским Не хотят быть русским Читаем дальше В тоталитарных обществах долг приобретает внешне принудительный, отчужденный характер И постепенно становится ненавистным Кажется, что главное любой ценой сбросить с себя это бремя Остальное же приложится Это вот формула революции 1991 года Действительно служение было принудительным И вся система, коммунистическая система была принудительной Эта принудиловка начиналась с детских лет И не заканчивалась до гробовой доски И человек все время находился под этим прессингом Постоянно должен был кланяться начальству И повторять вот эти примитивные догмы Выдуманные марксистами, потом ленинцами, сталинцами И поэтому сейчас много сохранилось людей с тем же самым менталитетом Они вроде как про Сталина могут и негативно говорить Но истинные сталинисты поклоняются теперь Путину Какая разница, кому поклоняться Их рабская натура требует вот такой механистической системы Они могут быть коммунистами, либералами Могут быть в оппозиции, могут быть за власть Это ничего не меняет Главное, что они перестали быть русскими И они долг перед страной, перед отечеством, перед народом Фактически подменяют долгом перед своим начальством И обслуживают его А человек, который в глубине души все-таки остается русским Он тяготится такого рода долгом, принудительной, обязаловкой Которая требует от него подчиняться начальству Лизоблюдничать и во всех позах обслуживать это начальство Это нормальному, вменяемому человеку совершенно невозможно Он просто от этого всеми силами пытается отойти Даже если он не является каким-то там жестоким оппозиционером Он лучше уйдет в тень, предоставит другим лизоблюдам Продвигаться по службе за счет обслуживания начальства Но сам на это не пойдет Вот это русский выбор даже в самом минимальном масштабе Насколько он присущ современным людям Да как-то вот очень многим хочется стать там То ли депутатом каким-нибудь То ли получить какие-то знаки внимания от начальства То ли должность какую-то получить Слишком много вот этого То, что к свободно избранному долгу не имеет никакого отношения Тоталитарный режим лишил долг внутреннего содержания Духовно обесценил его Вот почему в процессах де-идеологизации Все сильнее стала преобладать вторая сторона Свобода без долга Здесь и раскрывается изнанка тоталитарного атеизма Это то, что касается так называемых либералов, либерастов У них свобода без долга Им не нужно ни государство, ни государственная система, ни государственная власть И право им тоже не нужно, хотя они клянутся правовым государством Но это для нас, для всех остальных, для быдла Они же себя считают выше И сейчас они считают себя выше даже те, кто постоянно повторяет о том Что вот у нас беззаконие, надо вернуться к закону Надо все, чтобы было по закону Да не получается у них В рамках либеральной системы не может быть никакого долга И этот долг рассеивается Он подменяется свободой преодолевать любые барьеры Которые, например, становятся на пути денег Они же все монетаристы, поэтому для них деньги самое главное А у коммунистов оборотная сторона Они выбирают себе сталинизм Они мечтают, чтобы Сталин спустился с облака Или откопался из земли и вот появился Да он появился, посмотрите на Путина, такой же Сталин Только помельче размером и масштабом деятельности Устранив Бога, тоталитарный режим стремится сделать вождя столь же всемогущим и вездесущим Процесс деидеологизации устранил вождя в его сакральном качестве Поэтому идея Бога была уже отброшена Посттоталитарный атеизм открывал нигилистическую свободу без долга Вот вождь есть и ему сейчас поклоняются Посмотрите на выборах партия «Единая Россия» Они же даже вывели таких жрецов, которых заставили научиться говорить без запинки, без ошибки И у них есть там на так называемых дебатах Правда дебатов там нет, но вот их выступления последовательные перед оппонентами, перед телевизором Их подкрашивают, особенно девиц среднего возраста Их хорошо красят и заставляют говорить, как будто они гвозди забивают Вот они этих гвоздей забивали В них нет вообще ничего человеческого То есть никакого признания вины или какой-то ответственности У них все отлично, у них все замечательно Они просто никакой, ни тени, ни сомнения не имеют в отношении великого Владимира Владимировича И того режима, который я считаю просто поганым Поганым во всех смыслах Его касаться даже противно этого режима Все, что с ним связано, отвратительно Просто как будто запачкано какими-то нечистотами Идешь ли ты в суд или идешь там в полицию Если тебя там насильно ведут Или ты там разговариваешь с чиновником Все отвратительно, понимаете? Все отвратительно Они же считают, что все прекрасно То есть отвратительное есть прекрасное Вот для них это свобода выбора Они один раз выбрали и теперь уже они ни на йоту не сдвинутся Поэтому это люди конченые Я поэтому их из людей-то не считаю И все время говорю, что путиноиды Это люди конченые С ним не о чем разговаривать Абсолютно они неинтересны Ни в каком виде и не будут никогда интересны То есть это натуры уже сломанные Они могут, да, они могут с помощью косметики выглядеть неплохо Их могут обучить там где-то в театральных училищах Прямо держать спинку и говорить без запинки В течение поставленного времени Они тренируют все это дело Тысячу раз повторят И не ошибутся Не ошибутся Вот они как такие спортсмены Олимпийцы с олимпийским спокойствием Вот которые делают то, что им тренер приказал Они делали это многие годы и сделают еще раз И поставят то, что они сочтут рекордом Закачав в мозги вот этот допинг Который убивает в них личность На деле же оказалось, что партноменклатура Предпочла осваивать деидеологизацию В том смысле Какой ей придали носители Нашего подпольного либерализма Гуманитарии западнического толка Произошло невиданное Номенклатурные подпольщики собственности Стали сближаться с носителями Подпольного либерализма Произошло невиданное Номенклатурные подпольщики собственности Стали сближаться с носителями подпольного либерализма Научно-техническая и управленческая интеллигенция В свое время понявшая деидеологизацию Как путь к профессиональной автономии Была обойдена Оставлена позади В качестве более политической и идейно-консервативной силы По сравнению с либерально-номенклатурным альянсом Вот сейчас они и борются То есть это такие друзья-враги Нанайские мальчики Это подпольщики собственности Прежняя вот эта вся партноменклатура Включая людей типа Путина, Ельцина Их подпольный либерализм Вот все эти люди, которые хотели избавиться от всякого долга Такие люди мира У них ни гражданства нет, ни ответственности Ну ничего нет Или хоть что-то есть Но этим всегда можно пренебречь Сейчас они, коснувшись до власти Сначала вот эти подпольные либералы Потом всплыла вот эта номенклатура коммунистическая Вторые секретари там И вообще уже низовые звенья те отошли Эти поколения отходят номенклатурные Но они передают по цепочке Вот сейчас дошла очередь до Путина Это номенклатурщик среднего Или даже сказать можно низшего звена КГБ И вот ему власть попала И подобным ему личностям Вот они поэтому и заигрывают с либерастами Они с ними вроде как канат перетягивают Но это для нас, чтобы мы дураки За всем этим наблюдали Не надо за этим наблюдать Не будем дураками Мы не будем верить ни единому слову Ни Путина, ни Касьянова Ни любым примкнувшим к ним силам Номенклатура, вовлекаясь в процесс Обретения собственности И стремясь ее легализовать Для чего ей понадобилась смена режима Более всех других слоев Стало тяготиться партийной идеологической цензурой Идеологимы отечественного либерализма Вестернизация, деидеологизация, деэтотизация Неотчуждаемые права человека В распоряжении номенклатурных приватизаторов Получили конкретно служебное значение То есть они продолжают об этом говорить Как Путин Он произносит те же самые слова Но только в служебном варианте Если все это по существу начинает мешать Ему удерживаться у власти То все это может быть забыто И остаются только одни слова Вестернизация в смысле беспрепятственных выездов И перевода капиталов за границу Деидеологизация и деэтотизация В смысле бесцензурного функционирования капитала Любого происхождения, в том числе и криминального Рынок в смысле доминирования спекулятивных афер Над производительной деятельностью Дискриминируемые экономически и идеологически Неотчуждаемые права человека В смысле неотчуждения результатов номенклатурной приватизации Это прямо вот сказано Вот что такое либерализм по-путински Вот он такой И его окружает либерал Типа какого-нибудь Шувалова И прочих Или там Греф Или какой-нибудь Дворкович Вот эти инфантильные личности Они именно в этом смысле То есть это не либерализм Там Вольтера, Руссо Который тоже такой был гниловатый Прямо скажем Если его разбирать по косточкам Там все будет понятно А вот уже совсем такой Деградированный В рамках того инфантилизма Который свойственен и Путину И там Дворковичу, Грефу, Зурабову Там вот всех таких мальчиков Там еще Кого вспомнить Киндер-сюрприза Кириенко Новый капитал стал поистине свободен Но не в смысле функционирования По законам свободного рынка Конкуренции и соревновательности А в смысле освобождения Номенклатурно-компродорских монополий От любых обязательств перед нацией Это экономика по-путински Вот почему главной мишенью стал уже Не тоталитаризм А национал-патриоты Напомню, что эта книга Выпущена в 98-м году Фактически Александр Панарин Здесь уже нам предсказал Путинские репрессии Он еще не знал, что Президентом будет Путин И никто тогда не знал Но он уже предсказал, что Основной мишенью будут не коммунисты С коммунистами они Как показывает практика Просто в плотных объятиях находятся И Зюганов это просто пустышка Как и новые сталинисты Которых Кремль придумал Именно в противовес Зюганову Это у них такая многопрофильная игра Разрешаем, запрещаем, помогаем И мешаем Все одновременно делается Игра на всех досках Во всех сценариях Любые ячейки Которые только могут возникнуть В общественном сознании Должны быть заняты Вот они их заняли Своими марионетками А главной мишенью является Национал-патриоты А что это ни одной Национал-патриотической партии На выборах нет вы не заметили А если их там нет То с какой же стати Национал-патриотам верить Хотя бы одному из тех Кто говорит о разумном Добром Вечном С экрана телевизора И призывает голосовать за него Не надо голосовать за этих людей На этой основе держится Союз западнической интеллигенции И номенклатурно-компродорского альянса Этот альянс есть Если даже он ушел под спут Белоленточники тут побродили И сейчас там эта партия Парнас Что-то там такое Везгляво пищит вместе с яблоком И некоторыми другими Но это не имеет никакого отношения К реальному конфликту Это люди одного поля ягоды Это конфликт между ними Но мы к этому конфликту Какое имеем отношение? Милые бронятся, только тешатся Они выросли на одном и том же Идеологическом поле Это те, кто сдружились В период крушения СССР И приватизации Они получили от этого все Они получили власть Они получили собственность И сейчас просто размениваются Кто будет впереди, кто позади У кого будет больше, у кого будет меньше Они только ранжируются Ранжируются между собой И в этом весь конфликт Кто будет стоять ближе к собственности Кто дальше, кто ближе к власти Кто дальше А нас туда, национал-патриотов Они не собираются пускать Поэтому все выборы Это фальшивка Пока на выборах нет наших На эти выборы ходить нельзя Узость социальной базы Может толкать номенклатурный капитал Не только в сторону Запада Но и в сторону прямой диктатуры К чему собственно мы уже пришли Такая диктатура фактически установлена В отношении национал-патриотов Остальным-то можно Остальным можно говорить Выступать В общем нести всякую ахинею Или прямо то, за что сажают в тюрьму Национал-патриотов Главным собственником в стране Стал офицерский корпус бывшего КГБ Это пишется в 98 году Главным собственником в стране Стал офицерский корпус бывшего КГБ И почему Путин-то возник Вот по этой причине Эзотерика тайной полиции Сомкнулась с эзотерикой Номенклатурной приватизации Существленной прежними товарищами По партии по принципу Кто имел больше власти Получает большую собственность Репрессивный аппарат Превратившись в номенклатурных собственников Сегодня является наиболее западническим Ибо капиталы на всякий случай Держат за границей И наиболее либеральным В смысле осуждения Всякого государственного контроля За спекулятивными аферами На внутреннем и внешнем рынках Наследники вчерашней партии Монополисты в сфере власти Стали всеми мерами Насаждать свою монополию в экономике И монополию на политическую активность С этой целью правящая элита Попыталась загнать Современный политический процесс В русло ложной дилеммы Номенклатурный капитализм Или коммунистическая реставрация Сейчас тоже еще к этой дилемме Добавилась еще одна альтернатива Скажем так, трилемма возникла Так мы будем либерастами Коммунистами Или номенклатурными капиталистами В духе вот этого такого Сталинского либерализма В лице Путина Вот такой выбор Нам вообще ни то, ни другое, ни третье Не годится Русским людям все это Абсолютно неприемлемо Раз неприемлемо Мы должны на дух Не переносить все Что исходит от этой власти Даже если нам поначалу кажется Что все вроде бы как и прилично То есть они какие то там Они же что то там строят Они нам показывают Ленточки перерезают Они говорят огромный урожай Никогда правда цифры не называют Оказывается у нас вся страна завалена свининой Нам только вот какая то чума там африканская мешает А так если бы не мешало Так у нас оказывается производство свинины вдвое увеличилось За последние пять лет Где это как то мы не заметили По полкам магазинов И зерна у нас производится просто Море тоже надо на экспорт все вывозить Все вранье понимаете Все пронизано враньем С какой стати нам всему этому верить Если национал патриотов нет на выборах Если национально патриотические организации Либо разгромлены Либо находятся под прессингом Если Квачков сидит в тюрьме Если Екишев и Барабаш сидят в тюрьме Какой может быть разговор О хотя бы минимальном доверии к этой власти Никакого Поэтому я призываю На выборы не ходить Это чужие выборы Абсолютно чужих нам людей Там никого нет Вот из тех кандидатов Которых нам представляют Никого нет Кроме наших врагов Бывают там заблудшие В общем неплохие люди Которые не понимают Куда они попадают Можно так сказать Что попадут в Государственную Думу Только наши враги Только наши враги Других там просто не будет Там их не пропускают туда Не положено там быть Ни одному русскому человеку Ни одному национал-патриоту Ни одному русскому националисту Раз так Нечего на эти выборы ходить И покупаться на эти разводки Которые Кремль придумал Ну они видимо этим в основном и занимаются В смысле политического процесса Придумывать очередные фальшивые ложные цели Чтобы мы бежали там Поклонялись очередному выбранному в Кремле Единственному русскому националисту Якобы он Вот он единственный Понимаете Единственный в природе И так ему повезло Что он на выборы попал И все Ну надо же Как же Вот мы должны же поддержать Единственного Да вы никого не поддерживаете Идет человек на выборы Или не идет Ну сейчас вы Вот в дурака сыграете Очередной раз Ну получите то Что заслуживаете Давайте мы будем Все-таки стремиться К тому Чтобы заслужить лучшее Будущее А не одного националиста В Государственной Думе Да нахрен он нам создал Дался там Тем более что это Ну очевидная разводка Очевидная кремлевская разводка Либерасты С вот этой номенклатурой Коммунистической Вновь договорились О том чтобы Запудрить нам мозги А теперь немножко о другом Вот как-то Отвернемся от Текучки нынешнего Политического процесса Да стоит прочитать Вот реванш истории Книга конечно Замечательная Во всех отношениях Она Заставляет думать Ее не надо читать быстро Там мельком Что-то такое пролистать Это книга Для читающего человека Для читающего И думающего человека Ну кто читает И думает Тот Ну способен Способен на то Чтобы не попадаться На уловки Враждебной нам власти Я хочу Обратиться Немножко К своему Прошлому И показать Книжки Которые Ну как-то Как мне показалось Делали из меня человека Ну это еще был Советский период Конечно там Без идеологизации Не обходилось Но хорошая книжка Чем хороша Даже если там есть Какая-то идеологическая начинка Она как-то мимо пролетает Вот я абсолютно не заметил По себе Что читая Ну например Вот такую книгу Книга будущих командиров Для меня Это была Книга Становления Моего Как личности Вместе со всем остальным Семьдесят четвертый год Издание Она издавалась По-моему Много раз И Тиражи были Сумасшедшие Потому что Ну книга Действительно Достойная Книга будущих командиров На самом деле Книга будущих граждан Чем она хороша Тем что она Преподносит Юноше Или еще Ребенку Определенную героику Без которой Он не сможет Стать мужчиной И вот Все начинается С военной азбуки С древней Греции С древнего Рима Со славных сражений С фермопил С марафона И эти Названия Древние Вроде бы не нашей Как бы истории Отзываются В сердце У многих Тогда отзывалось У миллионов Я бы сказал Тех Кто прочел Прочел эту книгу Или читал Разглядывал Эти картинки По сто раз Перерисовывал Эти все Фигуры Эпоменон Хотя тут Как потом я понял Много чего Наврано Но все равно Есть тут Кто такой Крест был Что такое Первого Победа Почему гуси Рим спасли Что такое Канны 20 века И что такое Вообще Канны Как что значит Перейти Рубикон Кто такой Фимис Токол Тоже здесь Исторически Неправда Написан Но тем не менее Некая героическая личность Вот как-то возникает Что такое Разрубить Гордиев узел И так далее И доступные Для детского понимания Начало русской истории Там от Владимира Мономаха От Александра Невского О Куликовской битве Понятные Читателю Вот такого Юного возраста Очерки там О Суворове Кутузове В войне 1812 года Первой мировой войне Дальше Идеологизация Есть определенный Но тем не менее Акцент на героике На военной технике Остается Даже при описании Гражданской войны Великая Отечественная война Описывается тоже Здесь и карты Человек учится Читать карты Смотреть Что это такое Видит портреты Полководцев Военную технику Какова она была Что-то может быть сравнить Может с тем Что он видит вокруг себя Прекрасная книжка Я вот мечтаю Чтобы кто-нибудь написал Для современного поколения Такую же книжку Но к сожалению Не выходит Не получается Выходит какое-то наукообразие Вот своим детям Они уже выросли Но не стали они читать Вот книжки Я такие им покупал Книжки например Древняя Греция Всемирная история для детей Красиво Шикарнейшие картинки Ну посмотрим Что это Это псевдонаука Начинается с чего Разноплеменная Греция Какие племена там жили Греческие города Что такое демократия Разве ребенку это интересно Нет никакой героики Что тут еще Какие корабли плавали Какие там деньги ходили Это все не то Как производили зерно Мед Оливки Как торговали на греческой горе Какие ремесла были Какие художники были Где героика Которая необходима Ничего нет Философы Что это Конечно дети не стали читать Ну вот смотрите Такие красивые картинки Все Или вот аналогичная книга Древний Рим Вроде первая картинка Такая вот Гладиатором посвящена Но Там то же самое Там то же самое Там сплошная бытовуха Что называется А где героика Где героические личности Где умнейшие люди Которые правили государствами Где учет ошибок И триумфов Которые Через которые Проходит каждое государство Этого ничего нет Поэтому это Эти веселые картинки Ну не знаю для кого Для таких прилежных учеников Которые По этим книжкам Могут написать Какой-нибудь реферат По истории Прийти в школу Отдать этот реферат Погладить по головке Похлопать по плечу Пятерочку поставят Но для становления личности Это Такие книги Ничего не значит А вот еще Например такая книга Картины современной физики Ну вы представляете Чтобы такую книгу Сейчас Кто-нибудь из детей читал А тогда ведь тоже Было Издавалось И с цветными картинками Все как полагается Вот посмотрите Всякие опыты Которые Описаны Это 77-й год 77-й год Я был в 8-м классе И чтение таких книг И даже просто Разглядывание картинок Это То что продвигает К науке Интерес к науке Возникает Или вот книга Которая для меня Стала причиной Выбора профессии Первоначального И почему я поступил В московских физтех Стремился туда поступить Мог и не поступить Если бы Недостаточно была подготовка Но вот готовился Изо всех сил Вот эта книга Занимательная Ядерная физика Вот И По этой книжке Я как раз И испытал интерес А тут Непростые формулы Для ребенка Который Только готовится Стать студентом Для юноши Или там Подростка Все очень серьезно Ядерная физика Вот потом Тот же автор Я уже гораздо позже Вот Экспериментальная Ядерная физика Вот такую Такую книжку Он потом Потом уже писал У меня почему-то Вот только сохранился Первый том Этого сочинения Вот Дальше Дальше больше Дальше уже я студент И что я читаю Вот Это то что Я считаю Один из лучших учебников Наверное Айзерман Классическая механика Я помню Лекции этого Лектора Как Настолько ясные Очевидные Понятные И книжка Которую он издал Замечательная Вот Это то что Привлекает человека В науке Ясность Простота И комплексность Взгляда На мир Дальше Теорема Гёделя О неполноте Сейчас многие Об этом Об этом Знают Что есть такая Теорема Гёделя О неполноте А вот Реально Книжка Она в принципе Доступна На понимание Человека Который Имеет среднее Образование И чего тут Особенно сложного Нет Но здесь По крайней мере Есть тот Самый формализм Который мы Теоретически Наслышаны Потом Скажем Я покупаю Вот такую книжку Арнольд Теория катастроф Многие сейчас Говорят Бифуркации Точки ветвления Бог знает Еще какие термины Применяют Но вот Реальность Теория катастроф Которая написана Это тоже Книжечка Доступная Для понимания Ничего Тут как раз Сплошные рисуночки Рисуночки В более серьезной Литературе Есть разумеется И формулы Все на этом основано Вот И дальше Дальше занимаемся Философия Меня стала привлекать Вот например Философия Современная Космогония Это Ну какие-то годы Посмотрим Тоже 77 год Философия Прогресс Физики Какой год Смотрим Какой это год 86 год Это уже Я закончил Закончил Институт И вот эти книги Делают человека Личностью Формируют его Сознание Формируют его Как Личность Которая способна Постигать Природу Вокруг себя И понимать Что происходит В обществе Ставить какие-то задачи Творческие задачи При постижении Природы И волевые задачи Которые необходимы Для того Чтобы изменилось Общество Если таких задач Не ставить То к чему Вообще жить Это жизнь Такая травянисто Кустарная Я бы скажем Так определил Бессмысленная Бессмысленная А все-таки Личность Ищет смыслов В моей жизни Бессмысленная жизнь Непривлекательна Непривлекательна И русский человек Если он хочет Перестать быть Рабом у олигархи Конечно должен Искать Смыслов во всем Он должен искать Разыскивать И разрешать Загадки природы И разрешать Проблемы Которые ставят Перед ним Задачи Восстановления Русского национального Государства Русской государственности Как таковое И продолжение Русской истории Смысл русской истории Сохранится Пока есть продолжение Русской истории Сейчас только недавно Прочел рассказ Который один из наших Соратников прислал И там описывается Вот какой-то Отдаленный период Когда на русских Последних русских Которые бредут Вдоль дороги Всякая Картавая публика Высыпавшая из автобуса Смотрит Как на каких-то чудаков Это-то Ну как антропологически Нормальные люди А там бородатые девушки Или там Грудастые мужчины И вот они смотрят На нормальных людей Которые опустились Уже ниже низкого Превратились в нищих И говорят О, вот А это русские Оказывается Надо же как Еще сохранились Отдельные экземпляры Очень любопытно Вот до этого Мы можем дойти И тогда Никакой правоты В нашей истории Не будет Так же как поступают Зачастую Из истории Древней Греции Или Древнего Рима Особенно вот с Римскими императорами Ну сколько грязи На них вылито И понятно почему Потому что Всякая мощная власть Она противоречит Вот тому Отрицанию долга Которое есть Как у коммунистов Так и у либералов Коммунисты Хотят заменить долг Перед своим отечеством Перед своей национальной историей Абстрактным долгом Перед начальством Это же вот в эту сторону Все склоняется Мы же видим Как большевизм Трансформировался Там всякая романтика Ушла Вот мировая революция И так далее Все эти бредни Для того чтобы Забить головы людям Все это ушло И все превратилось в долг Перед начальством Это и есть тоталитарный режим Люди сами становятся Тоталитариями Они не Превращаются в них Даже той системой Воспитания Которая есть Ну не может сломать Человеческую природу Все это А вот желание Жить лучше чем другие Действительно ломает Ломает человеческую личность И нестижание В определенном смысле Является очень полезным выбором Для того чтобы сохранить Личностный подход Ну не станешь ты Настоящим ученым Если ты стяжатель Если ты стяжаешь себе Большую зарплату Более высокую должность Возможность распоряжаться Другими людьми И так далее Если это превращается в страсть Смысл жизни Иногда подспудно И незаметно это происходит С человеком То тогда этот человек Теряет творческий потенциал Он перестает быть ученым Он не может быть ученым И не может быть гражданином Потому что он не откликается На те беды Которые происходят с его народом С обществом С государством Он думает Только заглядывает В глаза начальству Смотрит А что же начальство Предвкушает Пытается угадать Пытается с ним Отождествиться Стать таким вот Не творческим элементом А какой-то машинкой Для угадывания Которая если угадает Чаяние начальства То получит Следующие возможности Для следующего этапа Роста Куда Куда Денег больше Или должность больше В этом состоит Задача человека Счастье Да Такие люди Получают В искаженной Государственной правовой системе В искаженном обществе Получают преимущество Они менее творческие Они менее способные Для того чтобы Современную науку Продвигать Или совершенствовать общество Они Порой даже вот сейчас То что я вижу Они совершенно К этому не приспособлены Вот посмотришь На Государственную думу Они же совершенно К этому не приспособлены Посмотрите на этих кандидатов Которые выступают Они не приспособлены Для творческой деятельности И это показывает Что мы выдвигаем Не лучших А худших Поэтому сами становимся хуже Общество живет хуже То есть мы коллективно Превращаемся В менее качественный Исторический субъект Или уже вне субъект Потому что Нами кто-то начинает Манипулировать Вот это все Надо прекратить И это может прекратить Только человек читающий Не знаю Может быть нам Создать какое-то Сообщество читающих Людей Которые Как-то друг друга Поддерживают Обсуждают Книги А не всякие бредни Которые несутся Отовсюду к нам Читайте книги Господа И будьте Русскими людьми Будьте Господами В своей стране Слава России КОНЕЦ 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 КОНЕЦ